А синие заморозки отступают. Наступают настоящие зимние морозы. Снега еще нет и кажется, что не так уж и холодно. Но это ощущение обманчивое. В ближайшие дни в Самаре может быть до минус 16, поэтому одеваемся тепло по-зимнему. И про шапки не забываем. До конца недели погоду в Самарском регионе будет определять обширный антициклон с Арктики. Так что, можно сказать, зима уже наступила. Средняя температура днем от минус 3 до минус 8, ночью до минус 11, а кое-где и до минус 16. Ветер будет слабый и неустойчивый, а снега в ближайшие дни и вовсе не будет. До конца недели мы считаем, что вот такая устойчивая погода будет. Ну, морозы, ну, это уж нормальная погода для, наверное, ноября месяца. То есть, это не весной вот такие морозы, а дело идет к зиме, поэтому, собственно говоря, это уже переходный период от осени к зиме. Поэтому, в общем-то, это нормальная погода для этого времени. Самара две недели назад уже откапывалась от внезапного зимнего привета. В начале ноября выпало 20 миллиметров снега. Сейчас немного снега лежит только в Клявлино, в городе Сухо. По народному календарю завтра, 16 ноября, Анна холодная. В этот день судили о предстоящей зиме и будущем урожая. Говорили, Анна без снега, жди хлеба. А еще, если поспело много рябины, зима будет холодная. Я, например, хожу по улице, тепло одетая. Мне всегда тепло. Я не знаю, что еще. Ну, чай пить. А вы какую больше зиму любите? Морозную или теплую? Нет, морозную. Морозную настоящую, да. Теплая, она как-то и давление у меня падает. А так вот морозная, хожу, все нормально. Холдно вам? Ну, да, немного холодно. А что, так может оделись неправильно? Не знаю. Возможно. А вообще, как еще согреваетесь, когда мороз? Дома под пледиком. Для тех, у кого нет возможности и желания весь день греться под пледом, есть оригинальный способ. В дохолдную я одеваюсь. Но вообще-то есть упражнения из тибетской медицины, которые позволяют создать стакан, который меняет температурное равновесие. И никаких проблем от плюс сорока до минус сорока я не испытываю. Своего секрета специалист по тибетскому согреванию не раскрыл. Профессиональная тайна. Что касается будущей зимы, в гидромедцентре сюрпризов не обещали. Зимой будет зима с морозами, оттепелями и метелями. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.